И компания Сильвио Берлускони представляет Девушка по имени Судьба, а также Луису Кулиок, авторы сценария Гильермо Глаук, Хуан Марин и Марии Виктория Менис. В главных ролях Viviana Saccone, Norberto Díaz, Roberto Ibanez, Juan Vitali, Cecilia Maresca, Alfredo Iglesias, Noemi Morelli и другие. В фильме также снималась Верхиния Лаго, художник-постановщик Рубен Греко. Музыка Сергея Вильяра и Марсела Альвареса. Музыка Сергея Вильяра и Марсела Альвареса. Режиссер Форхе Монтерро Кажется, наш мальчик хочет пить. Да. Знаете, я уже давно не бывал в таких долгих поездках. Я привык и к моему же ребенку, и к имению. Августа, вам тоже дать воды? Августа, вы меня слышите? Что вы говорите? Я немного отвлекся. Я только спросила, не дать ли вам пить. Благодарю вас. Единственное, что бы мне хотелось, так это размять ноги. А я хочу зайти в церковь. Единственное, что мне хочется. Ассунсьон только что заснула на руках у Лусеи. Поэтому я спокойна. Я пойду с тобой. Я тоже. Милагрос, это так необходимо? Я хотел прогуляться до порта и окончательно решить все вопросы о нашем путешествии. Пойдем, когда я вернусь. Согласен? Хорошо. Как хочешь. Не знаю, что со мной происходит. У меня огромное желание пойти в церковь, помолиться. Не спрашивайте меня, почему. Я не смогу вам ответить. Мануэл, должен признаться, что тот бог, которого вы почитаете с таким благоговением, который ко мне, словно он один из моих богов. И должна тебя за это поблагодарить? Нет, не стоит. Благодарю тебя за то, что ты разделил с нами этот радостный момент, что участвовал в церемонии, как настоящий католик. Нет, Мануэл, не стоит меня благодарить. С детства я понял, что уважение к чьей-то религии, к чьей-то культуре, это единственный путь к преодолению непонимания, которое часто разделяет людей. Пошли? Не плачь, Айлен. Сейчас дойдем. Ну что такое? Не плачь, не плачь. А теперь все идем праздновать. Виктория, я думал, ты давно уже на небе? Я знаю, многие думали, что я умерла, но вот я здесь. Да, дочь моя, так думали все, поэтому я так удивился. Поблагодарим Господа, что ты еще с нами. Представляю, что ты мне расскажешь о том, что с тобой случилось. Видите ли, отец, это такая длинная и такая неприятная история. Но я пришла к вам, чтобы узнать о том, что для меня очень важно. Конечно. Я с удовольствием буду тебе полезен. Если смогу, я в твоем распоряжении. Благодарю вас. Все очень просто. Я хотела бы узнать, крестили ли здесь кого-нибудь сегодня. Да, дочь моя, церемония недавно закончилась. Тогда я убегаю. Нет, Виктория, прошу тебя, подойди сюда. Поближе, дочь моя. К чему такая спешка? Что с тобой? Почему ты не откроешь мне свое сердце? Ты только что вошла в храм Божий и уже хочешь уйти? Если ты пришла сюда, значит, он тебя позвал. Что ты хотела сказать? Или нет в твоем сердце ничего? Что ты могла бы доверить нашему Господу? Да, отец. Да, отец. Мне надо столько ему сказать. Вы даже не представляете, сколько. И я должна сделать это сейчас. Иначе у меня не хватит мужества поднять глаза на крест. Я, как всегда, что-то забыла. Ну, конечно. Ты забыла сумку в церкви. Иди забери ее, Боже. В который раз? Подожди. Не ходи. Я схожу. Нет, Катриэль, я не хочу, чтобы ты шел по улицам Санта-Марии с дамской сумкой. Не беспокойся. Там только платок. Пошли отпразднуем, а сумку я заберу потом. Хорошо. А это ты носишь с собой всегда? Успокойся, дочь моя, успокойся. Ты сейчас в храме Божьем. Вытри слезы и доверься ему. Я не могу успокоиться. Не могу. На мою совесть давит тяжелый груз. Я знаю, но именно в этом месте, дочь моя, ты найдешь утешение своей душе. Доверься. Открой свое сердце. Господь наш всегда готов выслушать своих детей. И простить Господь великодушен. Я хотела это сделать, отец, верьте мне. Но я поняла, что даже Господь не сможет меня простить. Виктория, ты не должна говорить так. Он простил даже распявших его. Иди сюда. Мне кажется, тебе надо подкрепиться. Я дам тебе чаю с печеньем, если оно не кончилось. Идем в резницу. Иди. Тебе станет лучше. Всего самого лучшего. Спасибо. Я пью за маленькую Элену, чтобы она росла сильной и здоровой. Спасибо. А нашему автору надо бы сказать несколько слов. Нет, Ромуаль, да прошу тебя, нет. Катриэль, ты должен что-нибудь сказать. Давай. Тогда сдаюсь. Я хочу сказать, или вернее поблагодарить наших богов за то, что они дали мне и моей малышке возможность обрести новую семью в лице труппы артистов. Эти друзья артисты вселяют в нас надежду на лучшее в будущее. Умоляю тебя, помоги мне сделать лучше тому, кто от меня зависит. дай мне силы, чтобы жить спокойно, не думая все время о счастье, которое было бы у меня с моим Катриэлем. Мой дорогой, обожаемый Катриэль, моя единственная любовь, я знаю, знаю, что ты там, над нами, на небе, и я прошу тебя, освещай мой путь и путь малютки. Я хочу, чтобы Асунсьон была достойна тебя, чтобы одинаково любила и твой народ, и мой, чтобы чтила твою память и чтобы изгнала ненависть из своего сердца. Но особенно, чтобы она поняла, как, я надеюсь, сможешь понять, и ты, почему я согласилась выйти замуж за Августа. Помоги мне утешить его в несчастье. Он нуждается во мне, и я должна сдержать свое слово. У нас все пойдет нормально. Хотя я буду чувствовать тебя, мой любимый, всегда рядом. Августа, ты уходишь? Да, хочу дойти до порта. Разве ты не собирался пойти попозже вместе с Милагрос? Да, но она пошла в церковь и еще не вернулась. Пойду один, чтобы не терять время. До свидания. Постой, Августа. Не обижайся, но я не хочу, чтобы ты шел один. Благодарю тебя, но я могу дойти до порта один, уверяю тебя. Августа, сделай это ради меня, пожалуйста. Мне будет спокойней. Попрошу Паулу посидеть с девочкой. Я сейчас. Еще прошу тебя, Господи, сделай так, чтобы мне не нужно было уезжать. чтобы Августа изменил свои планы. Я не хочу отправляться в это путешествие. Я не хочу уезжать. Ну вот, мы и здесь. Добрый день. Добрый день. Добрый день, сеньор. Я хотел бы узнать, когда отплывает в Европу следующий пароход? Минуточку. Через неделю, сеньор. Через неделю? Но это слишком рано. Мы не успеем подготовиться к свадьбе. Нет, Лусия, недели более чем достаточно. Я бы даже сказал, слишком много. Мне не терпится уехать из Санта-Марии. У вас есть свободные каюты? Да, сеньор. Пока еще есть. Если хотите, то мы можем забронировать для вас любую из них. Августа, не хочу вмешиваться, но не слишком ли ты торопишься? Как мне кажется. Так мне удастся вырвать Мелагрос отсюда. Если бы от меня это зависело, я бы уехал завтра. Если вы так спешите, сеньор, сегодня отчаливает торговое судно в Северную Америку. Есть свободные каюты. Я знаю, что мы должны помогать Августа. Он хороший и так в нас нуждается. Я прошу тебя, помоги нам вернуться в Эсперансу. Посмотри на Мелагрос. Если бы Катриэль был с нами, все было бы по-другому. К сожалению, это невозможно. Помоги нам, Господи. Даже если я не могу быть рядом с Катриэлем, я не могу не думать о нем. Господи. Я как никогда чувствую, что он рядом. Я уверена, что Августа понял мое смятение, и он прав. Уже то, что я нахожусь в этом городе, заставляет меня думать о Катриэле. здесь мне все напоминает о нем. Даже спокойствие этой церкви. Все напоминает о нашей грустной любви. Мне следует рассказать вам всю историю моей жизни. Мне нужно открыть вам свое сердце, и я должна сделать это здесь, в храме Божьем, в надежде, что он сможет простить меня, несмотря на все мои грехи. Эти воспоминания будут очень тяжелыми. Но ты избавишься от этого груза, дочь моя. Можешь быть в этом уверена? Да, вы правы. Но мне хотелось бы быть уверенной, что вы не откроете никому то, о чем я расскажу. В этом я могу поклясться. Тайна исповеди свята и неприкосновенная, и никто ни под каким предлогом не заставит меня открыть то, что ты мне скажешь. Тогда я могу начать рассказ об истории моей жизни, истории грустной и несчастной, которая началась много-много лет назад. Ночью, когда, предавшись страсти, не думаешь о последствиях. История, которая закончилась только теперь, 20 лет спустя, 20 долгих трагических лет, когда я напал на след сына, которого я столько раз оплакивала. потому что думала, что он умер. Поверьте, я не знаю, что бы я отдала, чтобы обнять его. Я узнала о нем благодаря встрече с одной девушкой, которую всегда ненавидела, ненавидела и презирала. Прошу тебя, позаботься также о сестре моей матери. Сделай, чтобы все было хорошо. я уверена, она очень страдает. И, наконец, Господи, я обращаюсь с моей вечной просьбой, дарую вечный покой Катриэлю, моей единственной любви. Знаю, он сверху защищает меня во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Извините, вы не видели? Это вы! Какая встреча! Можно узнать, что здесь происходит? Виновник торжества уже спит и крепко. А вы тут все продолжаете. Ты хорошо сказал, и самое главное, этот жандарм моя жена не может сосчитать, сколько раз я прикладывался. Хотел бы я тебе напомнить, дорогой сеньор Армандо, что ты теперь один несешь ответственность за цирк в театр Олимпико. Не знаю, почему, но мне кажется, что я хотел тебе что-то сказать. Что? Хотел сказать, что пора приниматься за работу. и хотя вы все сейчас немного навеселе, пойдемте-ка со мной. Что я должна делать? Вот, берите пример с нее. Так вот, нужно расклеить в городе афиши нашего нового спектакля. Сразу примемся за дело. Откуда начнем? Ты начни с окраины, я возьму на себя центр, таким образом попытаюсь найти каких-то друзей. хорошо. Пошли. Хотите чашку кофе, сеньор? Да, конечно. Благодарю тебя. Я должен дождаться Лусею, чтобы вместе поехать в редакцию. Знаешь, мне пришло в голову, что мы вместе могли бы написать статью о свадьбе Марии и Энрике. Что ты на это скажешь? По-моему, великолепная идея. Сеньора Марии будет очень довольна. Правда? А где кофе? Ах, Энрике, я знаю, сейчас нелегкое время. меня очень огорчает и таинственное исчезновение Виктории и чувство, что что-то нависло над племенем Катриэля. Меня это очень волнует. Не знаю, что и думать. Мария, есть что-то, что огорчает нас обоих. я не могу не думать о своем сыне, который так ужасно умер. Но мы должны ждать лучшего. Например, что Виктория вернется с минуты на минуту. А что касается Катриэля, я думаю о нем как о благородном человеке. Я не хочу думать о его происхождении, ни о бедах, которые могут принести его люди. Я всегда буду думать о процветании имения, памяти Катриэля и в интересах наших любимых детей Милагрос и Августа. потому что скоро уже будучи мужем и женой они вернутся и будут жить здесь. Да, ты прав. Мы должны смотреть в будущее с большей уверенностью. Помимо всего, мы же не одни. С нами такой хороший помощник, как Браулио, Августа и даже Катриэль. Я уверена, уверена, что мы и сейчас получим помощь. Ну что, Браулио, ты нашел, что искал? Нет. Единственное, что я нашел в этой мансарде, так это дорогие воспоминания. Воспоминания о Катриэле, когда он был счастлив и работал на этой земле, которую так любил. Знаешь, знаешь, Доминго, мне никогда не удастся примириться с мыслью, что он больше не вернется. Браулио, мой дорогой друг, твоя боль не может, к сожалению, вернуть Катриэля к жизни. Пусть душа его покоится с Господом. Попытайся смириться. Он сейчас на небе вместе со своей матерью и оттуда сверху защищает нас. Послушай, Доминго, ты можешь просить меня о чем угодно, но не требуй от меня, чтобы я смирился со смертью Катриэля. Я не могу этого сделать. Ты должен быть сильным, Браулио, чтобы продолжать работать. Увидишь, это поможет. Бесполезно вздыхать и печалиться. Судьба всех нас определена уже с самого рождения. не говори мне о судьбе, Доминго. Неужели Катриэлю было суждено умереть таким молодым? А Милагрос сколько она страдала? Судьба часто бывает несправедливой, Доминго. Значит, вы в Санта-Марии, чтобы оформить брак. Очень хорошо. Так будет лучше и для вашей дочки. У нее будет отец, верно? Надеюсь. Я это делаю ради нее. Не сомневаюсь. Этот прекрасный город встречает вас с улыбкой. Он принесет вам удачу. Надеюсь, что и нам. Знаете, мы хотим показать новую работу. Я была бы счастлива, если бы вы пришли. Уверена, вам понравится. Какая жалость. Ну, не думаю, что смогу прийти, потому что мне действительно жаль, поверьте мне. Я знаю, что вам бы понравилось. Теперь я должна идти. Меня ждет сын. Всего вам хорошего. И вам, сеньора. Жалко, что вы не увидите спектакля. Это увлекательная история. История одной женщины, очень смелой женщины. Вы смелая женщина, Виктория. Очень смелая. Очень. Не знаю, отец. Я могу только вас заверить, что я рассказала все, что произошло со мной с той ночи и по сей день. Я ничего не скрыла. Только два имени. Не так ли? Да, это так. Два имени. Имя этой девушки и имя моего сына. секрет. До сегодняшнего дня я это хранила в моем сердце как великую тайну, но я скажу его настоящее имя. Адальберто. Нет, сеньор Пауло еще не прибыл. Он еще в пути? Нет, я хочу сказать, что он еще не пришел на работу, но в город он уже вернулся. Понимаю. А в котором часу он придет? Откровенно говоря, не знаю. спасибо. А если хотите, оставьте вашу фамилию и адрес. Как только он придет, я ему тут же передам. Вы очень любезны, спасибо, но это сюрприз, я хочу сделать его лично. Благодарю вас. Пойдемте, Маргарита. спасибо, отец. Спасибо за все, особенно за то, что согласились меня выслушать. Вы с уважением отнеслись к моей тайне, к тому, о чем я предпочитала молчать. Ты не должна меня благодарить. Я только хотел бы, чтобы ты обещала мне вернуться в храм Божий, чтобы рядом с тобой был бы и твой сын. М? видишь, Хуансита, как хорошо сплетены эти корзины. Давай войдем, Мелагрос. Пожалуй, в другой раз, Маргарита. Но почему? Мы стоим прямо перед магазином. Когда еще туда войти, если не сейчас? Меня ждет Август. Он будет беспокоиться. Мы же должны поехать в порт. Август не будет нервничать и не рассердиться, когда узнает, что мы выбирали тебе материал на платье. Пошли, Мелагрос. К чему такое скорбное выражение? Скоро день твоей свадьбы. Пошли. 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 Добрый день. Добрый день. Вашим услугам, сеньоры? Мы ищем не совсем обычный материал. Он нам нужен для свадебного платья. Хорошо. У меня есть материал, который мы только что получили из Европы. Уверен, он подойдет. Полагаю, что это для сеньориты. для меня. Что скажете? Каков он по-вашему? Очень красивый. Конечно. Подходит для очень счастливой невесты. Но я ищу что-то другое, потому что, видите ли, видите ли, сеньоры выходят замуж во второй раз. Она вдова. Понимаю. В таком случае покажу вам более строгую ткань, но тоже очень красивую, как подобает случаю. Что скажете? Вот про эту. Августа, скажи мне правду, вы действительно решили отправиться в это путешествие? Да, Албусея, конечно. Мы с Милагрос решили это уже давно. Я уверен, что это пойдет нам на пользу. Понимаю, но не знаю, понимаете ли вы, что это будет нелегко, очень нелегко. Что ты хочешь сказать? Европа огромная мужчина, женщина одна с двумя детьми, с мужчиной. Со слепым мужчиной? Ты это хотела сказать? Нет, Августа, я хотела тебе сказать, что здесь мы все твои друзья, здесь твоя семья, и если бы вам понадобилась помощь, вы всегда могли бы на нас рассчитывать. Да, ты права, я это ценю, но сейчас главное для нас это путешествие. Я буду внимателен к ним, обещаю тебе. Ну, хорошо. Августа, ты не очень хорошо себя чувствуешь? Нет, я просто немного устал. Я хотел бы что-нибудь выпить. Я думаю, что врач нужен тебе куда больше, ликер. Ты мертвецкий бледен. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Пресвятая Дева, о чудо, или хуже призрак. Ничего подобного, это всего-навсего я, Виктория. Вы уверены, насколько мы знаем, вы должны быть мертвы и лежать в земле? Да, многие думали так, но я чувствую себя более живой, чем прежде. Что вы хотите сказать? Пытаетесь нас запугать? Нет, 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 такого намерения у меня нет, уверяю вас. Будьте спокойны, потому что я жива, жива и готова на все. Августа, ради Бога, немедленно пойдем домой, ты сможешь немного отдохнуть, по-моему, ты не очень хорошо себя чувствуешь. Нет, а я только прошу, проводи меня до таверны. Я должен выпить что-нибудь крепкое. Я не могу оставить тебя одного, кто тебе поможет потом вернуться домой? Я знаю дорогу и смогу дойти до дома. Оставь меня, я хочу побыть один. Хочу выпить что-то крепкого. одну порцию граббе. Пожалуйста. Что случилось? Ты нашла свою сумку? Конечно. Я же забыла ее в церкви. Нет, я не об этом. Я спрашиваю, почему так поздно вернулась. Ребенок просыпался несколько раз. Я думаю, он хочет есть. Держи. Солнышко моё, я здесь. Я опоздала, потому что в церкви встретила одну женщину. Да? И кого? Молодую вдову, симпатичную девушку, с которой я познакомилась, когда мы выступали в Ароэссэко. Мы остановились поговорить, и поэтому я опоздала. Она мне сказала, что выходит замуж. Но мне показалось, что она не выглядела особенно довольной. Ты доволена, что купила материал на платье? Конечно, довольна. Я знала, что в этом магазине ты найдёшь всё, что хочешь. Он один из лучших в Санта-Марии. Но позволь, дорогая, сказать тебе правду. Есть в тебе что-то, что меня очень беспокоит. Я постоянно вижу в твоих глазах глубокую грусть. Вы правы, Маргарита. У меня какое-то странное чувство тревоги. Оно меня душит. Как будто ком стоит в горле. Милагрос, ты меня действительно пугаешь. Извините меня. Возможно, я просто немного устала. И потом я беспокоюсь, что должна покинуть маму в такие минуты. Да, Мария должна быть опечалена тем, что исчезла ее сестра. Ее внезапное исчезновение очень огорчило мою маму. Я задаю себе вопрос. Вернется ли Виктория в эсперансу? Простите нас, дорогая, что мы так прореагировали. Это было так неожиданно. Не беспокойтесь, все в порядке. Факт, что вы появились после долгого отсутствия, понимаете, мы так долго считали вас мертвой и в самом деле очень испугались, хотя и находимся в священном месте. Ладно, ладно, хватит объяснений. Благодарю вас за ваше участие ко мне, но у меня много дел с вашего разрешения. Ты видела? Вот эта порода. Она сеньора своего класса. Мы должны поговорить с Лусией. Уверена, она сможет объяснить ее странности. Мы прибыли. Хорошо. Возвращайся домой, Лусия. Оставь меня. Хорошо, я уйду. Но прошу тебя, возвращайся поскорее. Садись, выпьь, что хочешь, а затем немедленно возвращайся домой. Я не пробуду здесь долго, только выпью немного и посижу. Затем тихонько вернусь домой. Не беспокойся, я хорошо знаю дорогу. Я ее знаю. Может, ты и хорошо знаешь дорогу, Августа, но я думаю, что поступаю плохо, оставляя тебя здесь. Поэтому, прошу тебя, возвращайся поскорее домой. Но я же не ребенок. Хорошо, Августа. До свидания. До свидания. Катриэль. Мы должны были вместе идти в порт. Даже не знаю, что тебе сказать, Милагрос. Я был наверху, играл с твоей дочкой. Пришла Луси и сказала, что ей надо проводить Августа. Тот почему-то очень волновался и хотел пойти. Все очень странно. Меня удивляет, что он ушел, не дождавшись меня. Не беспокойся. Увидишь, они скоро вернутся. Лусия? А где Августа? Он пошел в таверну. Сказал, что хочет выпить чего-нибудь крепкого. Как? Один? Да. Я не смогла его переубедить. Он не захотел, чтобы я его подождала, и мы вместе вернулись домой. Лусия, ты не должна была оставлять его одного. Я знаю, но Августа заставил меня уйти. Ты же понимаешь, с ним нельзя обращаться, как с ребенком. Он сказал, что вернется сам. Но как же так? Августа впервые после того, как ослеп, оказался в Санта-Борее. Успокойся, Милагрос. А если он сказал, что в состоянии сам вернуться? Нет, он этого не сможет. И я знаю, что надо делать. Я пойду за ним. Пойду немедленно. Что желает, сеньор? Граппы, пожалуйста. Извольте. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста, еще порцию граппы. Санта-Борее. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Александр Лущик, Борис Клюев, режиссер Надежда Еремина, звукорежиссер Владимир Захаров, инженер звукозаписи Дмитрий Солодкий, перевод Ласло Веллиса, директор Лариса Элкснес. Сериал озвучен студией Наследия по заказу общественного российского телевидения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok